Ребят, всем здарова, с вами я, Трипл. Новая неделя, новые скидки, бонусы и акции в GTA Online, кроме этого, естественно, новое транспортное средство и диджей. Сегодня, друзья, мы с вами на всё это посмотрим, поэтому прямо сейчас оцените этот ролик вашим царским лайком, ну а мы начинаем. Кстати, да, прошу прощения, что сегодня не было стрима, я реально не успевал, поэтому замутил для вас этот видос. Итак, давайте пойдём по порядку. И первое, самое основное, что было добавлено в игру, это новый диджей и, естественно, новая миссия с ним. Для того, чтобы пригласить Диксона в свой ночной клуб, нужно через компьютер перейти во вкладку «Резидент клуба» и нажать на кнопку «Пригласить за 100 тысяч долларов». После этого непосредственно начнётся сама миссия, связанная с Диксоном. Честно говоря, она мне категорически не понравилась, Соломоном и Тейл оф Ас было намного интереснее. Здесь же всё, что нужно сделать, это забрать рюкзак у вора, который на своём байке с огромной кучей ХП будет ехать в хрен пойми каком направлении. В общем, убиваем этого типа, забираем рюкзак, возвращаемся за Диксоном и катим в наш ночной клуб. Вот, в принципе, и всё. После такой элементарной миссии наш клуб пополнится ещё одним новым диджеем. Кстати, музыка у него вроде неплохая, мне очень даже зашла. Окей, вроде с диджеем разобрались, но теперь давайте поговорим о новом транспортном средстве. На этой неделе им стал истребитель B-11 Strike Force. Продается этот штурмовик на сайте военной техники за целых 3 миллиона 800 тысяч долларов игровой валюты. Обладает разрывными патронами у пулемёта, что просто невероятно круто и удобно в бою. Кроме этого, естественно, есть самонаводящиеся ракеты, которые лично мне очень сильно понравились. Они находят цель за считанные секунды и могут просто невероятно сильно изгибаться в воздухе для того, чтобы в итоге 100% поразить цель. Также не стоит забывать, что у Strike Force есть залп. Многие игроки им пользуются, я, к сожалению, не в их числе, но тем не менее, вот такая вот опция вооружения тут есть. Этот истребитель, к слову, довольно крепкий. Взрывается он от РПГ со второго выстрела, от ракетной установки с шестого выстрела, а от снайперской ментовки с разрывными патронами аж с пятого выстрела. По скорости, честно говоря, Strike Force проигрывает как и Гидре, так и Лейзеру, так и Пайро, но лично для меня это лишь только плюс. Самолёт медленнее, но зато на нём более удобно атаковать у вас в запасе большее количество времени, что, естественно, не может не радовать. Кроме этого, не стоит забывать, что Strike Force также можно и прокачивать в мастерской вашего ангара. Можно улучшить двигатель, управление, установить сбрасывающиеся бомбы, тепловые ловушки и также в наличии есть много прикольных раскрасок. Поэтому лично мне этот штурмовик очень сильно понравился, он быстрый, крайне манёвренный, есть тепловые ловушки, раскраски и так далее. Но мы переходим дальше. Следующее, о чём бы я хотел поговорить, это радиостанции Los Santos Underground Radio. Дело в том, что, как вы помните, до этого на этой радиостанции играли лишь только сеты Соломона, но с сегодняшнего дня вы также сможете услышать миксы диджеев в Tale of Us. Вот такое вот небольшое обновление на новой радиостанции, но мы переходим к бонусам для игроков из списка гостей. Если вы зарегистрированы в списке, то автомобили Nightshark и Ubermacht Revolter для вас будут абсолютно бесплатные, к слову, купить вы их сможете сколько угодно раз. На самом деле тачки крутые, особенно Nightshark, поэтому если у вас до сих пор нет этих автомобилей, но вы состоите в списке гостей, то бегом идите в GTA Online и забирайте эти тачки в свой гараж. Кстати, самый популярный вопрос, как попасть в список гостей. Друзья, дело в том, что нужно было войти в GTA Online в период с 25 июня по 2 июля, если вы этого не делали, то в списке гостей вас естественно не будет. Ну а что по скидкам спросите вы? Сейчас действуют 25% скидки на вертолет Buzzard, вертолет Sea Sparrow и маленький вертолет Havoc, а также точно такие же 25% скидки на недвижимость, как на прошлой неделе, то есть на офисы, на мотоклубы, на ангары и так далее. Ну и последнее, что сегодня добавили в игру, это новую футболку в The Palace. В принципе, на этом, дорогие друзья, у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Всеважные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании. Всем удачи, друзья, и всем пока. Стоп, 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 ты уже уходишь? Посмотри вот эти видосы, они очень интересные и думаю, тебе безумно понравятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!